Одна из самых чистых рек Нижегородской области, Алатарь, загрязняется стоками неизвестного происхождения. Подозревают крахмальный завод, расположенный недалеко от берега. Из-за своей чистоты и удаленности от цивилизации, эта речка – один из лучших маршрутов для сплава на байдарках. Вот байдарочники и заметили загрязнение. Прекрасной чистой речки с песчаным дном. И в какой-то момент увидели трубу с правой стороны, с которой шли поток какой-то жидкости. Рядом с трубой еще бежал ручеек, тоже стекал туда же, прямо вот рядышком. Через несколько метров началась муть в воде, начались какие-то осадки на дне, на растениях, типа слизи. Потом в самой толще воды начали плавать хлопья вот этой же слизи, видимо. И на поверхности воды пошла пена. Мало того, появился страшный, ну как страшный, запах канализации. Вот ты когда-нибудь этот чистил сифон там, браковыми, ну вот это оно. Я думаю, что это с какой-нибудь фермы. Скорее всего, с какой-нибудь птичьей фермы. Так, по запахану. Ну и все состояние реки довольно долго не менялось. Километров 10 она все еще в таком же состоянии была. И запах был, и в общем ни живности мы не видели, ни нормальной растительности. И вода мутная, все, она уже испортилась. Грязно. Это завод, говорят, отпускают. А какой завод? У нас тут один завод. Крахмальный. По словам местных жителей, они говорят, что это крахмальный завод. А если посмотреть на карте, то видно, что сток идет со стороны крахмального завода. Мне кажется, там действительно отходы. Это выглядит как слизь. Это какая-то органика, возможно. И запах канализации, возможно, это отходы еще и канализации. Нашу речку с Рятельского крахмала по трубе сбрасывается сброс. Отходы от производства. Как они объясняют, что там все комплектующие, то есть как бы состав воды подходит сброс. Окупаться вы можете, но чисто оттуда вы не вылезете. Я считаю, что это негативно влияет на природу. Это ненормально. Со стоками надо что-то делать. И речку надо очищать. Она в таком виде непригодна. Ни для людей, ни для животных. На самом крахмальном заводе заявляют, что их производство загрязнить реку не может в принципе. Ваше предприятие обвиняет то, что вы загрязняете речку. А вот это? Ну, это очень сомнительно. Потому что у нас загрязнений никакого не идет. У нас работаем без всяких добавлений химии. То есть у нас все только натуральное. Разрешение на сброс воды есть, но она идет непосредственно через очистный. А что в речку вы сбрасываете? Отработавшую воду. То есть остаточную от производства картофеля, переработки. У нас есть кадры, нам прислали наши зрители, да? Когда там много-много пены всевозможные и непонятные. Ну, да, это я наслышан. Но я не знаю вообще, откуда это сделаны эти фотографии. То есть они явно не из этой местности. А называют тут именно ваш поселок и ваше предприятие, и ваша река? Ну, не знаю, не знаю. Может быть, какая-то зависть или что-то. Зависть для чего это? Ну, не знаю. Это же я так, личное предположение. Но мы загрязнять точно ничего не загрязняем. Вот наша труба выхода стоковых вод. Видно, что ничего нет. Вот это место снято на видео. То есть вот сейчас мы видим, что до каскадного перепада река течет абсолютно чистой. Ни вспенивания, ни мусора, ничего нет. То есть дальше она вот здесь на каскадном перепаде естественным образом вспенивается. И, соответственно, эта уже пена идет вниз по течению дальше. А это не может вспенить какая-нибудь химия, отходы, особенно вон там? Нет, не может, потому что, ну, это природный процесс. То есть если бы химия была, она бы, соответственно, еще бы до этого каскадного перепада уже бы вспенивалась, потому что много поворотов и завихрений. То есть она бы, пена шла бы до этого каскадного перепада. По поводу этих обвинений, ну, они напрасны. Потому что нам скрывать нечего. То есть все, пожалуйста, любые проверки, пусть приезжают, всем покажем, все расскажем. Кстати, сами байдарочники, обнаружившие в речке пену неизвестного происхождения и сильный запах, и даже депутаты областного законодательного собрания, которые обеспокоены этой ситуацией, обратились с запросами в Росприроднадзор. Как нам сообщили в контролирующем ведомстве, они будут проводить проверку.